Микс Ньюс. Добрый день, это программа «Разворот». Сегодня её проведу я, Анастасия Смоловская. А на прямой линии по скайпу у нас министр здравоохранения Нил Завинкела. Добрый день. Добрый день. Ну, времени мало, поэтому сжато постараемся по всем вопросам и все разъяснения как раз-таки перед выходными дать. Начнём с того, что все, все, о чём вы сегодня слышите в новостях, о чём вы читаете, все эти новые правила и послабления, скажем так, они действуют с 12 мая. Правильно ли мы всё понимаем? Правильно. Эти выходные мы ещё приводим в ограничениях, которые сейчас действительны. Два на два. До 9 июня решили продлить чрезвычайную ситуацию. С чем это связано? Почему нельзя было, например, просто отменить чрезвычайную ситуацию, но при этом сохранить некоторые ограничения? Да. У нас чрезвычайная ситуация, она звучит громче, чем смысл этого на самом деле. Это помогает, эта юридическая рамка помогает правительству быстрее принимать решения, и потому они нужны в ситуации, когда обстоятельства меняются довольно быстро и непредвиденно. Так что, надо сказать, я сама не сторонница продлить чрезвычайной ситуации бесконечно долго. Мне кажется, три месяца это было бы уже, ну, уже бы хватило этого. Если его можно заменить другими юридическими решениями, которые, например, Министерство здоровья помогает и разрешает быстро принимать решения по поводу, например, регулировки нашей области и отрасли. Одно из главных снятий ограничений, это разрешено собираться до 25 человек. Можете ли вы чуть-чуть пояснить, но с соблюдением дистанции все равно. То есть 25 человек, собираясь в одном помещении, например, в ресторане, в кафе, в спортивном зале, все равно должны находиться на расстоянии друг от друга. Или они могут быть ближе, чем два метра друг к другу? А те, которые живут вместе и находятся в одном, ну, майсаймин-сипа, это можно тогда эти два метра не соблюдать, но в принципе дистанцирование это абсолютная норма. И мой прогноз, что эта норма будет, с ней нам придется сожить еще до того времени, когда будет разработана вакцина или найдено лекарство. против ковида. Тут одно такое, ну, как бы и просьба, и совет. Да, мы сейчас сможем после 12-го до 25 человек и в публичных мероприятиях, и в частных находиться вместе, но очень основательно надо передумать, стоит ли. Надо ли именно это мероприятие проводить, насколько это важно. Потому что сейчас таких наверняка прогнозов, что распространение инфекций остановлено основательно, нету нигде в мире, в том числе и в Латвии. И это получается, что мы сейчас пробуем расширять немножко ограничения, потому что люди устали. Я очень хорошо понимаю, что надоедает все время эта дисциплина, все время смотреть дистанции, заблюдать гигиену. Значит, нам надо попробовать расширять эти ограничения и смотреть, как это влияет на распространение инфекций. Потому что я очень надеюсь на понятие и содействие всего общества, потому что это не какая-то причуда правительства, что нам вот так хочется, это дистанции надо соблюдать. Это до сих пор одно из самых влиятельных мер, которыми мы можем устранить распространение инфекций. Вот из этого исходит еще один вопрос, который тоже возник и у журналистов, и у общества, если там по социальным сетям посмотреть, как будет это регулироваться? То есть какое количество людей, может быть, у вас среди специалистов есть вот эта цифра, что если, например, за сутки будет там такое-то количество людей, там, например, больше 25, то опять надо усиливать эти меры? Ну, тут опять-таки, это очень такая тонкая арифметика инфекционологам и эпидемиологам. И сейчас я не могу сказать одно конкретное число. по заражению, потому что это очень зависит от того, какого рода заражение. Одна ситуация, если это очаг заражения распространяется, например, в одном коллективе рабочем, это уже тогда, ну, более как один случай, да. Абсолютно другая ситуация, если это заражение распространено без, ну, такого очагового связи по обществу в целом. Но то, что мы можем делать и будем делать, это рассчитывать коэффициент репродукции, это значит, сколько один зараженный вирусом человек заражает, ну, остальных. Если это не больше одного человека, это значит, что распространение контролируется. Если это число, эта цифра больше одного, это значит, что у нас опять-таки проблемы, и мы должны пересматривать меры в сторону, опять-таки, усиления ограничений. Ну, вот еще один такой миф, предположение. Существует, что, наоборот, может быть, там, чем больше людей переболеет этим, тем меньше проблем в будущем может быть. Что на этот счет говорят специалисты, в частности, в Министерстве здравоохранения? Министерство здравия выбрало другую стратегию по борьбе с эпидемией коронавируса, и наши ведущие эпидемиологи и инфекционологи не одобряют такой подход. В мире не столько много стран, которые этот эксперимент на себя проводят. Это Швеция и Великобритания. И мы видим по числу зараженных жителей, и особенно по числу тяжело больных и умерших, у них эти числа ну, числа заскаливают. И я бы не брала на себя ответственность предлагать такого рода эксперимент, если мы видим, что там настолько много все-таки умерших людей от этого заражения. Так что латвийская стратегия контролировать все-таки ограничениями, и тут надо сказать, что общество показало мудрость и способность очень разумно действовать в обстановке этих ограничений, потому что наши показатели достаточно хороши. Приходит нам вопрос, что со свадьбой? Можно ли до 25 человек? И если можно, то можно ли исключить танцы, которые подразумевают, видимо, ближе дистанцию, чем два метра явно? Да, и свадьбы могут быть справлены до количества, значит, гостей 25 человек. Ну, пары, которые живут вместе, однозначно могут танцевать, но, наверное, меняться парами в танцах еще придется отложить. Но мы помним, что, например, в 80-х годах люди очень успешно, в том числе я в своей юности танцевали в таких кругах, не парами, да, так что все возможно. Выход найти можно. Маски защитные, которые теперь надо будет носить, мы так понимаем, что это уже прописано и законом. В общем-то, если зайдет контролер или, не знаю, сфотографирует кто-то, что кто-то сидит без маски или не прикрыв лицо, то за это могут штрафовать и будут штрафовать. Да, тут не совсем точная интерпретация. Во-первых, надо подчеркнуть, что маски надо обязательным порядком носить в общественном транспорте. И тут годятся и медицинские, и простые маски, хирургические, которые лучше все-таки оставлять для медиков, и такие из тканей изготовленные, которых можно потом постирать, покладить и использовать многократно. Но допускается и закрытие носа и рта просто шалью или платком, который, конечно, потом тоже надо стирать и оттюжить. И штрафовать не будут. И это была моя, ну, такая тоже позиция, что если государство не может обеспечить всех масками, к сожалению, мы по всяким причинам не можем все население обеспечить масками, то штрафовать было бы неправильная методика. Так что тут надо, и потому именно есть эта возможность использовать тканевые маски, которые человек может сам изготовить дома. Но надо сказать, что, например, и в Люксембурге, которые много раз богаче нас, они смогли своих жителей обеспечить всего четырьмя масками, которые были из государства, ну, разделены по населению. Так что это проблемы по всему миру. Но штрафовать не будут. Ну, а если вы увидите, что, например, люди не слышат и не прикрывают рот, и не надевают маски, и даже шарф не используют, например? Ну, будем смотреть. Вы знаете, я сначала все-таки верю в то, что люди достаточно сознательны, основное, ну, большинство людей, и что никто не захочет, опять-таки, усиления мер ограничений, и что будут содействовать и осознавать, что это требование на благо всего общества, и главное, для самого своего здоровья. Так что, ну, если покажет практика, что это без таких, ну, репрессивных мер никаким образом не действует, ну, потом будем, ну, решение можно поменять. Раз уж мы о масках заговорили, может быть, коротко, сейчас уже, сейчас идут разговоры о закупках, которые были проведены, которые были проведены через разные учреждения, уже проводились несколько проверок, и я знаю, что господин Гергенс тоже инициировал одну из проверок. Были ли пока что до сих пор какие-то нарушения и подозрения в том, что где-то что-то было не совсем корректно и правильно проведено? Так, значит, Бюро по коррупции, ну, по борьбе с коррупцией распространило такое свое обобщенное информацию, что они, ну, оценивая те закупки, которые сделаны, не констатировали там ни коррупционных признаков, ни действий. Маски, я понимаю, что это очень такая интересная тема для журналистов, и спасибо большое, что этот надзор общественный ведется над этими закупками, потому что кризис не дает повода ну, ратранжирить бюджетные деньги. Но тут надо сказать, что Латвия не в уникальной ситуации. Мы просто один день очутились в мире, в котором маска стала самым ценным, самой ценной валютой, самым ценным товаром, и за которыми гонялись и боролись все страны мира, в том числе и большие, и богатые. И мы сейчас смотрим, что закупки с такими же проблемами, где из Китая вы не можете никоим образом абсолютно 100% удостовериться ни о сертификатах, ни о времени доставки, потому что у них там сбои, у них там самолеты не летают по графикам и все. И в этих обстоятельствах задача Национальной службы здоровья была достать через немогу, даже если так, маски в Латвии, чтобы наши медицинские работники были ими снабжены. И я очень благодарна директору Национальной службы здоровья Эдгару Лапсвейру за его храбрость, за его чувство долга и за возможность брать риск, даже зная, что его будут очень скрупулезно изучать по этим маскам и обеспечить этим доставки. Так что, и мы проверяли качество масок в том обмере, в котором Латвии это возможно, потому что у нас нет сертифицированных лабораторий, которые могут там досконально это качество масок проверить, но те специалисты, которые у нас есть, даже в университете Страдыня, они эти маски тестировали, и те партии, которые были уже розданы по медицинским учреждениям, их качество соответственно, чтобы их пользовали в больницах и поликлиниках. Возвращаясь к вчерашним решениям, по поводу спортивных тренировок тоже хотелось бы уточнение, почему именно три часа в помещении, с чем это связано, с какими рекомендациями и как этот поток может, например, не знаю, если это бассейн, как там счетчик должен быть на входе, как это может регулироваться. Ну, тут мы опять-таки консультировались с спортклубами, это, очевидно, они будут организовывать своих клиентов по расписанию, что было и раньше, да, так что все-таки в какое-то время записывались на спортивный клуб, и просто ограничение количества людей, которые одновременно находятся в помещении. Три часа – это потому, чтобы можно было потом производить такое, ну, углубленное дезинфекцией, проветривать помещение, потому что вирус боится проветривания и дезинфекции, да, так что эти меры дезинфекции более строгие сейчас. Ну, это касается и, например, бассейнов тоже, то есть они тоже могут быть открыты, но с соблюдением вот этих правил. Да, и по мнению инфектологов, сам бассейн, вода, которая хлорирована, это та среда, в которой вирус не может там выжить и размножаться, так что относительно уже тогда раздевалок и душевых помещений, тогда эти строгие правила дезинфекции и нахождение одновременно людей в них будут соблюдаться и организовываться уже, ну, самим спортивным клубом. Могут ли в кафе или в ресторане сидеть больше, чем два человека теперь, ну, с 12 мая? Ну, вы знаете, могли и раньше сидеть, и я сама там смотрела кафе, которые довольно, ну, успешно переорганизовывали свои работы, уменьшая количество столов в своих помещениях и эту дистанцию соблюдая. Я понимаю, что людям очень хочется уже выйти на улицу и посидеть в кафе на улице. И тоже вот у нас на следующей неделе консультации еще раз с ассоциацией ресторанов, и они очень готовы соблюдать эти правила, потому что заинтересованы, чтобы у них были клиенты, чтобы клиенты были здоровые. Вчера больше, чем шесть часов вы сидели, практически весь день кабинет министров провел в дискуссиях, мы так подозреваем, что они были достаточно жаркие. Были ли вопросы, в которых вы, ну, вот прям самый острый, который очень хотелось, но все-таки не смогли вы его принять, если можете вы рассказать о чем-то таком? И такие, ну, не совсем достигнутые понятия сейчас по нескольким вопросам, которые более связаны с образованием. Могу сказать, что Министерство здоровья считает, что мы можем организовывать лагеря детям летом, да, конечно, ограничивая число детей, которые одновременно там могут находиться, и что надо было бы все-таки открывать детские сады, более открыты, потому что это однозначно очень тяжело, ну, семьям, у которых маленькие дети, потому что люди не могут идти на работу, и достали друг друга уже два месяца, сидя дома, так что... Но там Министерство и этого... Образование? Как вы сказали? Образование. Образование. Они еще не были готовы, потому что там тоже и самоуправление вдруг оказалось, что они не могут так быстро среагировать. Хотя, на мой взгляд, это неделя или даже и полтора, это не настолько маленькое время. И второе, что касается международных пассажирских рейсов, это тоже еще не открыто, потому что мы должны договориться с нашими соседями, и литовцами, и эстонцами, что мы практикуем однородный подход к тем, которые в Балтику приезжают с зарубежа, чтобы, опять-таки, не получилась такая ситуация неуклюжая, когда нам, например, 13 мая бы хотели уже там пустить рейсы из Италии, из-за очага заражения. И мы тут два месяца бы трудились и достигли хороших результатов. И у нас появилась команда волейбольная из Милана, и все пошло бы опять на перекосяк. Но мы на следующей неделе договоримся о этом общем подходе в Балтии, и тогда уже постепенно будут возобновляться и международные рейсы. Нам уже пора заканчивать. Времени совсем мало. Прошу прощения, что звонки не успеваем принять. Но последний вопрос задам по поводу выплат медикам, которые были организованы в экстренном случае, но при этом уже молодые медики обсуждают и инициируют разговоры о постоянных выплатах. Как вы это видите? Как эта проблема может решиться? Мы сейчас понимаем, что до окончания чрезвычайной ситуации медики получают выплаты в том объеме, в котором была достигнута договоренность изначально. Что после этого? Ну, тут один рецепт. Я не вижу возможности в бюджете следующего года опять-таки экономить на зарплатах медиков и еще больше, даже не только на зарплатах, а вообще на финансирование здравоохранения. Это чудо, что мы в таких обстоятельствах, когда финансирование здравоохранения у нас второе, более низкое в Европе, что мы достигли таких хороших результатов. Я считаю, что на повторение чуда мы не можем и нельзя полагаться и должны финансировать медицину в конце концов в нормальном объеме. Это время, когда можно сплотить силы всем, которые в Сайме, оппозиции и позиции, и сказать, что это настолько же важна цель, как тогда, когда мы собирались вступать в НАТО и договорились о определенном финансировании для обороны. Это сейчас еще важнее. Так что будут очень сложные и, я надеюсь, жесткие результативные переговоры по следующему бюджету. А поэтому после 9 июня могут ли быть выделены деньги, как сейчас, например, выделили на то, чтобы в Аерболтик вложить 250 миллионов, могут быть ли сейчас на доплаты, которые были обещаны еще, например, в прошлом году? Тут, значит, сейчас попытаемся. Это что я могу сказать, что попытаемся, потому что сейчас были введены на 3 месяца май, считая именно кризисные доплаты, которые не всем медикам, а тем, которые непосредственно работают с зараженными ковидом. Но, очевидно, вот на следующей неделе мы уже начинаем дискуссии о том, как, каким образом финансировать здравоохранение, в том числе и зарплаты. Спасибо, министр здравоохранения Нилза Винкела была на студии. Спасибо за время. Удачи вам. Всего хорошего. А я добавлю, что программа подготовлена в сотрудничестве с НЭПЛ в рамках общественного заказа. Программу провела Анастасия Смоловская, звукорежиссер Радион Золотарев. Спасибо. Всего хорошего.